ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Когда я опомнился, уже полковник был далеко. Лихой скакун унес его к полку. Издали донеслись ко мне отголоски приветствия, к которым храбрые егери встретили своего начальника. Но вот еще минута, загремели выстрелы, колонны двинулись в атаку, густой дым повис на утреннем небе и скрыл сражающихся. Время от времени он прояснялся, и тогда мелькали вдали образы без лиц. То пехотная колонна, сверкая штыками, вносила смерть в ряды противников, то несся в атаку кавалерийский полк. Ламя выстрелов обозначало батальоны. Батареи переносились с места на место, подкрепляя сражающихся. Гул, стон, победные крики неслись по полю. Не берусь описывать вам эту поразительную картину, притом занятый своим делом. Я не был праздным зрителем. Вооруженный анатомическим ножом, я боролся со смертью во всех ее видах. И сам не был вполне безопасен от ее алчности. Снаряды, долетая рикошетом, ложились близко от перевязочного места. И задевали некоторых насильщиков. Сражение было в полном разгаре. Это мог я заметить по беспрежевно увеличивавшемуся числу раненых. Едва успевал я управляться при помощи батальонных лекарей. Ко вдруг приближается куча. Скрестившие штыки, омоченные пиазовскую кровью, несли раненого полковника. Адъютант поддерживал его отяжелевшую голову. Мутные глаза, в которых еще отсвечивалось внутреннее борение его души, остановились на мне. Он силится что-то сказать, но язык изменил. Я угадал его мысль, но хотел напомнить наш последний разговор. Оставив все, я бросился к умирающему. Правая нога была раздроблена осколком гранаты. Я готовился приступить к операции, Но он слабой рукой отвел лансет. Сделал, было усилие перекреститься. Но рука повисла, зрачки мутных глаз закатились. Тяжелый вздох вылетел из тесненной груди. И не стало храброго полковника. Так и сбылось предчувствие. Приложение Мысли профессора Биг-Сби Несовершенство чувств Чем тщательнее наука исследует наши пять чувств? Тем более она убеждается в их ограничении и в том, Насколько мала та частица всего мироздания, Которую эти наши материальные органы способны охватывать и ощущать. При последствии инструмента, названного сиреной, Физик сосчитывает вибрации звука, слышимого человеческому уху. И при том убеждается, что слух наш не может уловить музыкальную ноту, В которой менее 15 вибраций в секунду. А с другой стороны, не может уловить и такую ноту, В которой 42 тысячи вибраций в секунду. И однако, тогда, когда вследствие еще более быстрого вращения колеса сирены Наступает полное беззвучие, Мы тем не менее знаем, что вибрация не прекращается, И что следовательно звук продолжает существовать. И что будь наш орган слуха более утончен, более совершенен, Мы могли бы слышать и эти ноты, Что открывает нам спектроскоп. Тоже самая ограниченность наших чувств доказывает нам и призма, Когда физик, разлагая солнечные лучи на сложнейшими и тончайшими научными приспособлениями, Может определять быстроту их движения. При этом оказывается, что глаз наш способен видеть только начиная с тех лучей, Быстрота движения которых превосходит 399 миллионов вибраций в секунду, До лучей, в которых не более 831 миллион вибраций в секунду. Науку же доказывается нам также и то, Что вибрации, производящие свет, не прекращается, Хотя наше зрение и не способно воспринимать лучи, Если вибрации количеством менее или более вышесказанных числа колебаний в секунду. Доказывается это тем, что достигнув ультракрасного конца спектра, Лучи перестают быть нам видимыми. А в это самое время теплота их продолжает воздействовать на аппарат, Приспособленный к измерению тепла. И тем еще, что за пределами ультрафиолетового цвета, Флоресценция или фотохимическое воздействие лучей указывает нам на химические их свойства. Великое открытие профессора рентгенов все, конечно, увеличило число способов применения актинических лучей, Идущих далее ультрафиолетовых, видимых нам лучей. Но высуществование актинических лучей было известно несколько лет ранее этого открытия. Вселенный, например, разбухает, если актинические лучи его пронизывают. Карбо-бисульфат специальным образом тогда реагирует, заявляет о их на него воздействии. Под влиянием этих нами невидимых лучей чуткая пленочка колодия Из-за неизмеримо далеких междузвездных пространств под влиянием на ней этих лучей Фотографически на себе отпечатала туманности и части Млечного Пути, Неуловимое нашими органами зрения, даже и припоследствии наисильнейших из телескопов. Наука верит в существование незримого нами в природе. Оказывается, что даже при тончайших и лучших из инструментов Опять-таки наступает новая граница для наших чувств. После того, как самосовершенствованный микроскоп открыл нам существование инфузорий, Величина которых равняется 1,9 тысячной части дюйма, Зрение оказалось неспособным видеть далее этого. И тем не менее, если микроскоп не в силах показать нам еще более минимальные единицы, Разве люди науки допускают невозможность существования микроорганизмов за пределами видимого? Напротив того, одна из наиважнейших отраслей науки, а именно химия, Все свои законы и объяснения своих законов основывают на обоюдном воздействии одной на другую, На минимальнейших из составных частей вещества, Которые настолько объем еще меньше микроба, насколько микроб меньше слона. Плотность материи, говорят нам ученые, только фикция. Если бы наши глаза вдруг обогатились необычайной тонкостью зрения, Мы получили бы возможность сквозь гранитную глыбу Видеть так же свободно, как смотрим мы сквозь проволочную сетку, А кольцо, образовавшееся из струи табачного дыма, Тогда являлось бы для нас не более компактным, плотным, чем стаи летящих воробьев. Кубический дюйм воздуха содержит 21 миллион молекул, Значит, если бы весь воздух составленный, Видимое нам подзвездное пространство, Сгустеть настолько, что превратить его в плотную массу, Весь ком ее мог бы уместиться в гроте Маниумута, Что в Кентуккии. Один пузырек воздуха, образовавшийся в стакане воды, Содержит в себе 50, 4 по 3 нуля крохотных круглых телец, Которые снуют туда и сюда, сталкиваясь между собою 80 миллионов раз в секунду. Находясь в непрестанном движении, Каждая малейшая перемена в температуре воды, А также и получаемые ими электрические толчки, Изменяет ход их пути, превращая кругообразное движение их В эллиптическое, эллиптическое направление, В прямолинейное или наоборот. Всесильный атом. И однако эти атомистические единицы материи, Эти первичные основные точки, Из которых образовалась наша планета, Этей наукой признанные атомы, На которых движется законы новейших открытий в химии и физике, Были они в отдельности, Хотя бы раз с кем-либо взвешено, Ощупано и по единице до тонкости исследовано. Никем и никогда. Кто когда-либо уловил хотя бы на сколько-нибудь это непрестанное их движение? А звук, производимый непрестанными столкновениями друг от друга, Разве когда-либо доходил до человеческого уха? Люди науки предполагают, Что для того, чтобы образовать точку достаточно большую, Чтобы можно было ее узреть при помощи лучшего и сильнейшего из микроскопов, Надо было бы сгруппировать до двух тысяч самых крупных из атомов. Но хотя это есть только предположение, Оно нисколько не мешает науке признавать существование атомов вполне установленных фактом, И толковать о них не только рассуждая теоретически, Но беря их основания для доказательных выводов своих на практике. Это научное верование, Таким образом переходит границы видимого, Начиная с молекулы, доходя до атома, Еще более уловимого, менее уловимого, чем молекула. И разве наука на этом восстанавливается? Разве она отказывается идти еще далее? Неуловимый эфир? Поговорите с любым профессором оптики, И он скажет вам, что вся теория его науки обуславливается Существованием субстанции еще несравненно более тонкой и неосязаемой. Отыскывая объяснения характеристических явлений, Светящихся тел, Отражения света, Поляризации света и так далее, Ученые новейшего времени были приведены К необходимости признать свет За распространяющиеся волнообразные движения. Но ведь свет проходит безвоздушное пространство, Нисколько, притом не замедляя быстроты своего хода И не теряя силы своего свечения. Пробегая громадные пустые межзвездные пространства, Он в таком совершенстве сохраняет Присущие ему характеристические особенности и свойства, Что по линиям его лучам, Лучей располагаемым, Распознаваемым нами посредством спектрального анализа, Самые газы и металлы, находящиеся на Сириусе Или на созвездии Плеяд, Так же свободно поддаются нашему анализу, Как если бы мы сами эти планеты положили На наши химические реторты. Оказывается, что луч света, Исходя из какой-нибудь звезды, Тянется оттуда вплоть до нашей Земли, Изображая вибрирующую струну, Извивающуюся в несчастливом количестве волн, Которых от 30 тысяч до 70 миллионов в каждом его дюйме. Но так как вибрировать может не ничто, А нечто, обладающее способности вибрировать, То астрономы и профессора оптики Принуждены были вывести заключение, Что всюду не проходят эти световые волны В качестве основного волнообразно колеблющего вещества, Должен существовать тончайший проводник, Которому они дали название Светопроводящего эфира. Субстанции его неисчислимо тоньше Самых наитончайших из наших газов, Так как он насыщает собой металлы и кристаллы, Пропитывая и пронизывая их насквозь. Почему для него не представляет никакой преграды Стенки стеклянных и других сосудов, Которых мы изолируем и сохраняем наши газовые вещества. И однако, так как Френшер доказал нам, Что вибрации эфира поперечны, а не продольны, То по существу приходится отнести его к телам плотным. Вместе с тем сила растяжимости его должна быть безгранична. Судя по тому, что свет проходит в нем в миллион раз быстрее, Нежели в воздухе проходит звук. Мы привыкли думать, что землю нашу окружает пустое пространство в существе, Земля и вместе с ней, и мы, живущие на ее поверхности, Погружены в беспредельную громаду океана эфира, Волны которого катятся до неподвижных звезд. Воле-неволе приходится верить. А если нас спросить, Какими точными наблюдениями исследование наука гарантирует свое верование в существование океана эфира, В котором наша планета плавает в виде крохотной точки, Нам опять придется ответить, Никакими, При всем том, что эфир служит проводником света, То вон самые вибрации его еще менее поддаются нашему зрению, Чем наименьше из атомов. При всем том, что в сущности он плотности превосходит сталь, Мы в нем свободно вращаемся, не ощущая его. Насколько мы способны наблюдать, Он, по-видимому, не задерживает правильной быстроты хода звезд и планет. Несмотря на то, что сила давления его на один кубический дюйм равняется многим тысячам английских фунтов, Вес его никакими весами определить нельзя. Хотя он не только со всех сторон к нам соприкасается, Но и проникает в весь наш организм, Все целом, осыщая его своей субстанцией, Мы не можем ощупать его. Но после всего этого, На каком же основании признано существование эфирного океана? Ответим, На основании того, что существование подобного эфира и связанных с ним теорий, Дает единственное наглядное и разумное объяснение Всем явлениям в области оптики. Утверждение в силу аналогии. Когда мы видим, что посредством х лучей, Сквозь непроницаемый для нас слой материи, Пленка колодия, сообщаясь с металлом содержимым в ящике или в теле человека, Фотографирует на себя этот металл. Можем ли мы сомневаться в том, Что наш дух обладает подобной же возможностью Приходить в сообщение с душою? Во всем по свойствам ему подобны, Невзирая на пространство и другие преграды и препятствия. Чудесные явления телепатии, Внушения мыслей, Пречустия, Скажем от себя, Исцеление посредством внушения и ясновидения, Уже признаны избранной горстью людей, Исследовавших эти явления, Действительно существующими, Принимая во внимание веские аналогии, В недавно сделанных открытиях в области материальной стороны законов природы, Спросим, Не пришло ли время для этих явлений быть признанными всеми нами? Ведь так как дух наш через громадное расстояние способен посылать свои мысленные телеграммы, Не нуждаясь ни в электрических батареях, ни в проволоке, А действуя единственной в силу природных своих токов, Разве эта способность не указывает на сверхматериальную сущность души, И на то, что она переживает разрушение своей земной оболочки? Земная психическая телеграмма разве не служит указанием на то, Что душа, уже переступившись за рубеж всего земного, С того берега может, Если к тому являются подходящие условия, Посылать свои телеграммы покинутым ею на земле близким душам, Вытешение им и для их нравственной поддержки. Новейшее открытие науки, близкие к чудесному, Начинает подтверждать все то, что нам казалось сказочным и легендарным, В древних сказаниях о чудесах. Наукой доказывается, что невидимая и неосязаемая силы природы Самые могущественные силы ее. За пределом того, что телескоп способен показать нам, Начинается неизримая беспредельность, Энергия и сил, которые оживляются и содержатся, Все нами видимое. Каждый ничтожнейший дюм мирового пространства Служит доказательством непреложных мудрых законов Творца. Присоединяясь сердцем к вечной гармонии, Прислушиваясь к дивным ее ритмам, Мы возвышаемся душой и, проникаясь разумностью царящей повсюду, Мы говорим себе, Невозможно, нелогично верить в то, Что прогресс человечества имеет единственную целью Пребывание человека только в земной его сфере бытия. Проблески света, намеки на высшее для нас назначение, Подтверждаемые научными открытиями новейших времен, Зарождает в нас уверенность в существовании лучшего будущего. Наступает заря тех дней, Когда нынешний скептицизм, Отрицание всего того, Что ни осязать, ни взвесить невозможно, Отойдет в область прошлого И уже невозвратимого, тяжелого сна, Обманывавшего наши чувства И затемнявшего наше понимание сути вещей. Глава 2 Предведение будущего Рассказа Камилла Фомариона Когда-то я находился в близкой дружбе С одним уважаемым ученым, Превосходным математиком, Бывшим директором Парижской обсерватории С 1869 по 1872 год Шарлем Делане Ему предсказали, что он утонет Подобная живучесть уже раньше постигла его отца Сам Шарль Делане Не только никогда не предпринимал никаких морских путешествий, Но даже избегал самых невинных прогулок на лодке Однажды в ясный августовский день 1872 года Его шоринг, господин Мильо Главный контролер почт Пригласил его поехать в Шербург Где они Отправились осматривать мол С двумя моряками На возвратном пути с этой экскурсии Вообще очень удавшийся Поднялся сильный ветер Лодка с четырьмя пассажирами опрокинулась И ни один не спасся В этом случае, пожалуй, можно усмотреть простое совпадение Конечно, один факт подобного рода Не имеет еще большого значения С точки зрения вопроса о прорицании будущего Человек боится воды и тонет Человек болезненно боится бешенства И как раз его кусает бешеная собака Он опасается путешествий И точно нарочно гибель жертвы Железнодорожного крушения В жизни часто замещаются подобные совпадения Но они, можно сказать, ничего еще не доказывают Действительно Так бы нам следовало рассуждать Если бы подобные примеры были одиночны Но это не так Их гораздо больше И они более определенны Чем на то указывают расчет вероятностей Вот еще другой факт Рассказанный госпожой Лекон де Лиль Невеской поэта Некто Господин Хэй вздумал посетить гадалку Та на картах предсказала ему Что он умрет от ужаления змеи Этот господин Хэй чиновник по администрации Упорно отказывался принять место На Мартинике Именно из-за ядовитых змей Которых там водится Губернатор Гваделупа Убедил его наконец Принять хорошее место в этой колонии Где вовсе не водится змей Отбыв свой срок службы в Гваделупе Он возвращался во Францию Пароход по обыкновению остановился на Мартинике Но Хэй конечно остерегся сходить на берег Торговки негритянки явились на пароход с фруктами Мужчиной жажды путешественник взял в их корзинке апельсин И вдруг он отчаянно скрикнул Его ужалила змея, скрытая в листьях корзина Через несколько часов он умер Происшествие было обнародовано недавно в аналогх психических наук А вот еще не менее интересный случай Предвидение будущего Однажды в октябре месяце 1883 года Леди А, жившая в улице Бел-Респиро в Париже Заметила, что у нее украдена сумма на 3500 франков Она дает знать полицейскому комиссару, что делает обыск Допрашивает слуг и ничего не находит Перечисляя своих слуг, леди А просила изъять из подозрений второго лакея Юношу очень ловкого и сметливого Которого прозвали Малыш Не из-за его роста довольно высокого А просто доказательство ласкового расположения Которое он снискал от домашней своей услужливости Между тем в близком кружке люди разнесся слух о некой девице Е Которая будто бы делала самые необычайные предсказания Гадая на кофейной гуще Господин Дервье из любопытства отправился вместе с гувернанткой к этой особе И она поразила его замечательно точным описанием каждой комнаты в квартире леди Перечислением всех слух В конце концов она заявила, что не может назвать вора Но что по прошествии двух лет он будет гильотинирован Несколько недель спустя Малый отказался от места у леди А через два года он был казнен на шафоте От образцовый любимый слуга был никто иной, как Маршадон Известный в Париже убийца Выслушайте еще следующую историю Некто Туле, профессор гимназии в Нансе в молодости своей Был в Пьемонте другом и помощником господина Ф Отставного морского офицера В то время занимавшегося эксплуатацией старой серной копии Они спали в смежных комнатах Причем двери между этими спальнями оставались отворенными на ночь Надо вам сказать, что жена господина Ф, жившая тогда в Тулоне Должна была в скором времени разрешить от бремени Как говорил об этом своему другу Но при этом не обнаруживал никаких опасений Жена его была беременна вторым ребенком И все обстояло благополучно Однажды на рассвете Туле вдруг вскакивает с постели Бросается в спальню своего друга Будет его, считает ему телеграмму Извещающая о рождении девочки Он успел прочесть, однако, только первые два из шести строчек Две И затем непешно вдруг уветучилась Словно кто вырвал ее у него из рук Встает, уводит приятеля своего в столовую И заставляет его записать только что прочтенно им Потом оба взглянув друг на друга И, заметив свои более чем небрежные костюмы Начинает хохотать И возвращается каждый в свою постель Десять дней спустя получается та же самая телеграмма Состоявшая из шести строчек Из коих две были именно такие же, какие Туле видел в своей галлюцинации Спрашивается, как можно видеть вперед вещь, еще не существовавшую Гетти рассказывает в своих мемуарах Странное везение, явившееся ему в то время Когда он ехал из деревни, где только что просился с Фридрихом Я угадал не телесными очами, а очами духовными Всадника, ехавшего по той же тропинке В сторону Сегенгейма Этот всадник был я сам Одетый в серый камзол, обшитый золотыми голунами Такой, какого я никогда не носил Я встряхнулся, чтобы отогнать галлюцинацию И она пропала Восемь лет спустя я ощутился на той же самой дороге Едущим к Фридриху и одетым В такой именно костюм Должно прибавить, что я облегся в это платье Не по собственной воле, а благодаря случайности Опять повторно тот же вопрос Можно ли видеть заранее вещь, еще не существовавшую Стараются объяснить это явление тем, что нам иногда кажется В продолжении одного момента, будто мы уже находились когда-то прежде в условиях Тость-в-тость одинаковых с теми, в каких находимся теперь Это вроде мимолетная галлюцинация Но это объяснение честнейшей гипотезы Которая, впрочем, даже и не приложима к случаям, приведенным раньше При изучении этого вопроса главное дело в том, чтобы собрать побольше подлинных достоверных фактов Иногда один какой-нибудь проверенный и точно наблюденный факт Стоит больше тысячи теорий Сообщу еще один случай, переданный Грустаром, священником церкви Святое Радигонде Находясь в пансионе в Ниаре, 15-летним мальчиком Он видел во сне, что находится в Сен-Мексанте В городе, который он знал только понаслышке Вместе со своим учителем Что они стоят на площади перед аптекой Возле колодца И что дама, которую он всего раз так и видел прежде Подходит к его наставнику, чтобы поговорить о каком-то важном деле Несколько дней спустя его учитель, которому рассказал свой сон И имел дело в Сен-Мексанте Поехал туда, взял мальчика с собой Каково же было его удивление, когда он учтился на такой же точно площади Как уявил во сне С такой же аптекой И с колодцем И увидал подходившую к ним ту же самую даму Начавшую разговор с учителем о том же предмете Каком снилось мальчику У меня имеется множество аналогичных случаев Которыми я не хочу утомлять внимание читателей Но которые я нахожу тем не менее очень интересными С точки зрения занимающего нас вопроса А однако я хочу рассказать еще одно происшествие Которым действующим лицом был человек мне близко знакомый Дело идет об одном из моих товарищей и друзей При моих начинаниях на поприще журналистики Эмили Деля Бедальер Сотрудник газеты Сьеха Обстоятельства при которых он женился крайне интересно К одной прелестной девушке жившей в Шарите Сюрлуар Посватывалось три жениха Родители еще не знали ее решения Вдруг ей снится свадьба И она видит перед собой молодого человека В дорожном костюме, в широкополой соломенной шляпе и в очках Внутренний голос предупреждает ее Что этот человек будет ее мужем На другое утро после виденного сна Она объявляет родителям, что не выйдет Ни за одного из трех посватавшихся за нее женихов В следующем августе месяце Во время вакации молодой Эмиль Дела Бедальер Путешествует с одним приятелем Проезжает через Шарите Останавливается в этом городе И отправляется вместе с другом На летний благотворительный бал Как приезжий он остается в дорожном костюме В Манильской шляпе и очках Это было в первый раз, когда он посетил этот край Молодая девушка сейчас же узнала жениха Виденного ей во сне Несколько месяцев спустя Они повенчались Да Много есть на свете неразгаданных тайн Рассказы о предвидении Из жизни русского народа В жизни императора Александра Второго Не раз совершались Странные предзнаменования ужасной его кончины Приведем некоторые из них Когда Александр Второй родился в Москве В 1818 году Императрица Александра Федоровна Приказала спросить Славившегося тогда в Москве Еродио Федора о том Что ожидает новорожден Но Федор ответил Будет могуч, славен и силен Будет одним из величайших государей мира Но все-таки Пройдет он с ужасом Умрет в красных сапогах Трудно было предвидеть Что оно относилось К обкровавленным и раздробленным ногам Царя Мученика В связи с этим обстоятельством Получает как бы свою долю значения И следующий случай Имевший место Стергийской пустыни Близ Санкт-Петербурга В покоях настоятеля этой пустыни Находится портрет Покойного императора Писанный с натуры Профессором Лавровым Кроме прекрасного художественного исполнения Портрет обращает на себя Внимание одной особенностью Холст портрета составной Другой кусок представлен ниже коленей И вот по какому случаю За 14 лет до мученической кончины Александра II В Стергийской пустыне Один послушник Сошел с ума И был отправлен в дом умалишенных Он скоро оправился И воротился в пустыню Но ненадолго Через несколько времени Он снова обнаружил признаки Ненормального состояния ума И был отвезен в тот же дом Для извлечения Но и на этот раз Он скоро оправился И по ходатайству Смотрителя дома умалишенных Снова был принят в пустынь Архимандрит Игнатий Принял его очень неохотно И уступил только просьбам Смотрителя Который дал о нем хороший отзыв Действительно послушник Стал вести себя хорошо Усердно исполнял свои обязанности И только заметно избегал Монастырского общества Но вот однажды утром Во время заутрени Этот послушник Пришел В хлебопекарне Схватил кочергу Раскалил ее до красна В печи С какой-то необыкновенной Решимости Прибежал в покое Архимандрита К портрету императора Он бросился К этому портрету Раскаленный кочергой Выжиг ноги императора До коленей Потом он выбежал На монастырский двор Кричал И неистовствовал Повторяя одни и те же слова Что теперь С ним могут делать Все что угодно С этой минуты Послушник От окончательно Сошел с ума И более уже Не приходил В нормальное состояние Замечательно Что этот сумасшедший Выжиг на портрете Ноги императора Почти так же Как спустя 14 лет Они были Оторваны И разбиты Взрывом Динамитной Бомбы В роковое Первое Марта Профессор Лавров Снова нарисовал Ноги на портрете Приставив Новый Холст Эта-то приставка Надолго Останется Памятником И свидетельством Вышеописанного Неслучайного Очевидного Обстоятельства Некому Казимиру Верцховскому В 1876 Году Пришлось Переносевать В плохой Корчме Одиноко Стоящей Среди поля Это было Харьковской Губернии Хозяин Корчмы Был Еврей Около Полуночи Верий Ховский Почувствовал Что его Тянут за руку Проснувшись Он увидел Перед собой Три года Тому назад Умершего Брата Юлия И тот Говорил ему Казимир Вставай Спасайся Тебя хотят Убить Тут видение Исчезло И объясняя Его галлюцинации Верцховский Повернулся На другой бок И продолжал Спать Через несколько Время Он снова Почувствовал Как его Дергают За руку И опять Проснувшись Убил Брата Юлия Повторявшегося Повторявшегося Кровати И стал Быстро Одеваться В эту Минуту Стали Ломиться К нему В дверь А едва Он успел Высказать В окно Ко В комнату Ворвались Троя Мужиков С ножами И топорами К счастью Беглецу Удалось Спрятаться В канаве Где он Пролежал До утра Затем Он рассказал Проезжавшим По дороге Людям О ночном Нападении